И, соответственно, именно в разработанной мной технике, в школе Олега Аллафа Гудвина, мы делаем напор не от конечностей в сторону центра, да, потому что когда вот тут мы идем, а трофика ткани еще не разработана, еще оборота крови такого нет активного, да, то получается, что мы гоним, гоним отсюда массу, а где-то будет закупорка, где-то будет закупорка, будет больно, понимаете, то же самое и с лимфой происходит. Где-то будет закупорка, будет там, ну просто как-то болезнь, какое-то напряжение, преодоление какое-то, поэтому, чтобы не было преодоления, начинаем вот эти сегменты сверху прорабатывать, этот, этот, этот вот туда, да, и как раз они проработались, а мы переходя к следующему участку, дополнительно осуществляется отсюда некоторый подсос, ну как бы, как вакантное место пустым не бывает, да, вот если отсюда отошел отток, да, куда-то крови и лимфы, то они, соответственно, тянут дальше, снизу, а как я говорил, лимфа течет только снизу вверх, ну, от пяток, от пальцев, да, до, ну, грубо говоря, до грудины, потому что здесь она тоже сверху спускается. Ну, вы поняли смысл, да, почему именно мы начинаем участками, и каждый участок прорабатываем снизу вверх. Лимфа, тоже в наших движениях, это вот неприкосновенное правило направления лимфотоков. Также она идет, ну, прежде всего, всегда снизу вверх, и поэтому еще раз повторяюсь, в редких случаях человек вообще не заботится, об этом даже врачи не говорят, как с ней работать, с этой лимфой. Я отдельно про него вам еще вот на доске расскажу поподробнее. Но благо, что человек пришел ко мне на массаж, и вы хотя бы ему сделали, вы положили подушечку, да, под щиколотки. Кстати, подушка должна не под гординой лежать, не под пальцами, вот так вот, да, а именно под щиколотками, чтобы комфортно. Сгиб ноги должен быть комфортный, и здесь комфортный. Тупой угол вот здесь, и тупой угол вот здесь, да. Вот показывал такой угол, и вот такой угол, да. Видно, да. Так наиболее комфортно и безопасно. Ну, в боксах тоже тупой угол соблюдается, да. Если, кстати, вот тоже нюанс, человек кладет руку как по напряженному, вот так, да, держит, ну, распрямите ее вот так, и разогните. У плечей тоже, смотрите, чтобы не были покаты, такой прямой, тупой угол вот этот был, да, между осью и плечами. Вот еще маленький нюанс, который тоже нужно соблюсти. И, продолжая разговор о лимфосистеме нашей, лимфа идет отсюда и сюда, да, мы ее помогаем проталкивать, и у нее есть лимфатические узлы, где идут убивания вот этих вот бактерий, вирусов всевозможных. Прежде всего, это на всех наших сгибах. На сгибах вот тут вот, да, где щеколотка, на подколенных вот этих сгибах, да, в локтевых там сгибах, на запястье, да. Но самое наибольшее количество скоплений узлов, это вот там, в паховой области, под лопатками, и вот под челюстью. Под челюстью, за ушами, вот тут, да. Простите, поэтому мы все движения совершаем вот туда, в паховую область, да, работа с ногами, или с этой стороны в паховую область. Работаем здесь, в подмышечную область, в подключичную область, да. Работаем с этой стороны, тоже в подключичную область, вот туда, от ушей вот туда, показываю просто направление, да, вот туда. Подключичную область, потому что там за грудиной, но спереди, находится огромная цистерна лимфатическая, да, и там вот идет переработка вот этих всех вот, ну, убиваются вся вот эта грязь, шлаки начинают оттуда вот перерабатываться. Здесь они идут, соответственно, движение, наше должно быть тоже от центра к периферии. Вот так вот, лимфоузлы уходят туда. Ну, по рукам, соответственно, вверх, 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 тоже подмышку, да. Тоже подмышечную область, либо в подключичную. Вот тут лимфоузлы идут в паховую область, потому что сброс этих нечистот, да, ну, что такое лимфосистема? Это огромное наше очистительное сооружение организма, придуманное природой, и лучше выдумать не мог, как говорится. Очень продуктивная система, она должна работать. Поэтому первый сброс идет через мощеполовую систему. Второй сброс идет вот здесь, этой грязи всякой, да, шлаков, слизи, гадостей, вот этих аметривших клеток, глибков всевозможных, идет через кишечник наш. Поэтому надо вот туда, вот сюда, вот сюда, вот кишечник, кстати, проходит по левой стороне человека. Толстая, седневидная кишка идет вот так, вот так, и вот туда идет, опять же, к паху, к центру. Да, поэтому вот как раз наше движение вот тут вообще очень хороши, именно с левой части. Далее, идем вот сюда, в подмышечную область, да, это еще один, получается, четвертый этап сброса вот этих нечистот через потовые железы. Потовые железы напрямую связаны с нашей лимфатической системой. Далее идет, как бы, ну, можно этажами рассматривать, да, первый этаж мочеплевая система, второй этаж кишечник, третий этаж потовые железы, четвертый этаж, получается, это наши вот пазухи в черепе, которые находятся, да, ухо, горло, нос, там, гайморы, пазухи, фронтиты, там всякие, да, там тоже накапливается слизь, и она должна выходить. И, кстати, во время массажа очень часто бывает, что у человека закладывают нос, и это хорошо. Вы не пугаетесь человека, что он там, или он иногда сам испугается, ой, блин, я просто делся, или что-то еще, да. Нет, это нормально, когда во время массажа скапливается слизь в носе, это лимфа чистится, так ему объясняете, что я же все движения делаю на то, чтобы вашу лимфосистему прогнать, прочистить, понимаете, ваше благо, потому что, опять-таки, эту всю лимфу уходит, она начинает выходить, во время массажа потеют люди, в туалет хотят, жар у них повышается, ну, в общем, все, это работа лимфосистемы, это такое благо, это такая чистка для этого организма, поэтому предупреждайте, пожалуйста, человека об этом. И, ну, поподробнее я расскажу в отдельном ролике, а сейчас мы продолжим непосредственно работу со спиной человека. И смотрите на следующий ролик.